Огромное спасибо, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Огромное спасибо за возможность вновь посетить прекрасный город Санкт-Петербург, участвовать в столь представительном мероприятии. И мне вдвойне приятно и огромная честь для меня сейчас находиться здесь, потому что с городом Ленинградом и Санкт-Петербургом прочно связано имя выдающегося отечественного онкогинеколога профессора Яна Владимировича Бохмана. А я имею честь быть ученицей и работать в отделении, которое возглавляет его ученик, профессор Виктор Васильевич Кузнецов. Сегодня мы живем в период изменения парадигмы онкологии в целом и онкогинекологии в частности. Если 40-50 лет назад основной задачей было излечить больную, это диктовало необходимость разработки все более и более сложных комбинированных и комплексных методов лечения, то сейчас настоящая ставит перед нами задачу излечить и сохранить. Сохранить орган, сохранить функцию, сохранить качество жизни. И в онкогинекологии, как ни странно, эта задача решается двояко. С одной стороны, минимизации доступов и минимизации внедрения минимально инвазивных вмешательств. С другой стороны, как ни странно, противоположной стороной, расширением объемов вмешательств для того, чтобы избегать назначения адювантного лечения. Принципиально изменилась за последние годы тактика лечения рака эндометрия. Если в прошлом в России, на постсоветском пространстве, в Европе доминировала вот эта тактика, то есть начинали с экстерпации матки с придатками, которая выполнялась большинству больных, подавляющему большинству, дальше на основании гистологического исследования послеоперационного материала оценивался риск, и на основании этой оценки риска планировалось адювантное лечение. То есть сейчас, а в конце 2015-го, начале 2016-го года, были опубликованы выводы первой согласительной конференции трех европейских обществ, онкогинекологов, химиотерапевтов и лучевых терапевтов. Эти рекомендации доступны в свободном доступе. Через ПАБМЕД вы можете прочитать их, полнотекстовые статьи доступны. Согласительная конференция, в общем-то, заимствовала североамериканскую тактику. И сейчас в рекомендациях тактика лечения рака эндометрия звучит так. Мы сначала оцениваем риск. На основании этой оценки мы планируем хирургическое вмешательство, его объем. Затем получаем результат окончательного гистологического исследования и повторно, по уже имеющимся результатам, назначаем адювантное лечение. Нужно сказать, что огромный вклад, почему я сегодня говорила в начале своего выступления о профессоре Январе Бохмане, в изучение вопросов лимфогенного метастазирования, вообще патогенеза, диагностики, лечения рака эндометрия внес Январе Бохман. В 1976 году была опубликована монография метастаза рака матки, где были описаны основные факторы, влияющие на лимфогенное метастазирование рака эндометрия. И на самом деле на 10 лет позже была опубликована статья, это исследование GOOG-33, на которое ссылаются все зарубежные исследователи рака эндометрия, посвященное частоте лимфогенных метастазов рака эндометрия при раке тела матки первой клинической стадии. И, собственно говоря, там, не вдаваясь в подробности, примерно те же факторы были выявлены, вот я их указываю, и были сделаны наиболее принципиальные выводы и отечественными, и зарубежными исследователями. Они сводятся к следующему. Вероятность поражения лимфатических узлов зависит от факторов риска. И основными этими факторами являются глубина инвазии миометрии и степень дифференцировки опухоли. Есть еще несколько принципиальных моментов, о которых нужно помнить. Первый. Увеличенные лимфатические узлы определяются только у 10% больных с метастазами. У подавляющего большинства больных раком эндометрия с метастазами в тазовых лимфатических узлах лимфоузлы не увеличены. Поэтому ни пальпация, ни предоперационное обследование, которое базируется на размере, на оценке размера лимфатических узлов, нам с вами не могут помочь. И еще один момент. Это более позднее исследование 2007 года. Лимфоденоктомия должна быть адекватной, потому что при наличии единичных метастазов удаление 21-25 лимфатических узлов статистически значимо повышает вероятность обнаружения метастазов. Дальнейшее увеличение тщательности лимфодиссекции к вероятности обнаружения метастазов не ведет. Я сейчас не буду останавливаться на исследованиях, которые не показали влияние лимфоденоктомии на выживаемость больных. Это хорошо известные исследования Ацтек, британское исследование, кооперированное, и исследование итальянское. Нет времени, можно очень долго, интересно спорить, вообще можно ли доказывать влияние выживаемости на лимфоденоктомию на выживаемость больных раком эндометрия первой стадии, просто нет времени. Однако, в принципе, в своем собственном материале мы получили интересный маленький у нас был материал, мы анализировали 90-й, 2000-й год этот интервал. Лимфоденоктомию не очень часто делали тогда во всех российских отечественных клиниках. Внутри стадий лимфоденоктомия не влияет на выживаемость. Однако, если в группе больных, в группе больных, которым лимфоденоктомия не выполнялась, от стадии к стадии выживаемость статистически значимо снижается, то выполнение даже тазовой лимфоденоктомии приводит к тому, что это влияние на выживаемость нивелируется, статистически значимое влияние стадии на выживаемость больных нивелируется. Какую же лимфоденоктомию нужно выполнять? Естественно, почему этот вопрос всех волнует? Потому что регионарных зоны две. Зона тазовая более привычна онкогинекологам для работы, зона поясничная не очень привычна, но она считается регионарной для рака эндометрия. И, исходя из исследования GEOG-33 американского, имеются следующие цифры, которые, в общем-то, противники лимфоденоктомии иногда используют как аргумент свою пользу. При раке тела матки первой клинической стадии частота метастазов в тазовых и или поясничных, то есть в регионарных лимфатических узлах, составляет 11%, частота поражения обеих зон 4%, частота изолированного поражения 2%. Я хотела бы подчеркнуть, что эти цифры нельзя рассматривать в отрыве от контекста исследования. Во-первых, это так называемая цифра на круг. Во-вторых, нужно помнить, что в исследовании GEOG-33 то, что считалось поясничной лимфодисекцией, на самом деле это была лимфодисекция параковальная только. В-третьих, собственно говоря, по результатам того же исследования мы видим, что частота поражения и тазовых, и лимфатических узлов растет по мере увеличения глубины инвазии миометрия и снижения степени дифференцировки. Достигая при инвазии наружной третьей миометрии и низкой степени дифференцировки в принципе катастрофических цифр, у третьих больных поражены тазовые лимфатические узлы, у четверти поражены поясничные лимфатические узлы. И когда мы говорим о группах риска, о группах с высокой частотой лимфогенного метастазирования, мы не можем считать, что частота изолированного поражения поясничных лимфатических узлов всего 2%, она будет существенно выше. Так, известно, что вообще среди больных раком эндометрия с лимфогенными метастазами частота поражения поясничных лимфатических узлов составляет 26-66%, а изолированного поражения от 5 до 21%. Еще один важный факт заключается в том, что при наличии метастазов в тазовых лимфатических узлах вероятность поражения поясничных в среднем 30-40%, а по некоторым данным достигает 60%. Из рандомизированных исследований по сравнению поясничной и тазовой и просто тазовой лимфодисекции при раке эндометрия в принципе нет. СИПАЛ не рандомизировано исследование, но однок, оно довольно крупное исследование, на него часто ссылается, и по данным этого исследования выполнение двухзональной лимфодисекции эффективно повышает, значимо повышает выживаемость в группе промежуточного риска, в группе высокого риска и в целом в анализированной группе больных. Каким же образом сегодня выглядит тактика лечения рака эндометрия по результатам согласительной конференции, о которой я уже говорила? Мы говорим сейчас только об эндометриоидном раке эндометрия первой стадии, эндометриоидном, подчеркиваю. Вот таким образом производится оценка риска по результатам предоперационного обследования. У нас есть соскоб из полости матки, где довольно часто есть степень дифференцировки. И второй момент – это глубина инвазии. Глубина инвазии определяется либо по результатам, так рекомендует согласительная конференция, по результатам УЗИ экспертного, по результатам МРТ, либо интероперационная срочное исследование, в зависимости от того, что используется в стране. Вот таким образом делят на группе низкого промежуточного и высокого риска. И лимфоденоктомия рекомендует следующим образом. Группа низкого риска – высокоумеренно дифференцированный эндометриоидный рак с инвазией менее половины толщины. Аммиометрия не нужно выполнять. В группе 1, 1-й Б стадии, Ж3, выполнять нужно. Во всех остальных группах выполнять можно с целью уточнения стадии. Так звучит сейчас рекомендация согласительной конференции. При второй стадии, при серозном светлоклеточном раке тела матки, при карценно-саркоме, это не обсуждается, лимфоденоктомия необходимо. Какую же лимфоденоктомию выполнять? Согласно рекомендациям действующим этой согласительной конференции, если ее выполнять, то выполнять двухзональную и тазовую, и поясничную. Имеется ли альтернатива в виде адъювантной лучевой терапии, привычной нам? И адъювантную мы здесь обсуждаем прежде всего дистанционную, понятно. Вопрос закономерен, потому что показания для дистанционной лучевой терапии и показания для лимфоденоктомии одинаковы, потому что дистанционная лучевая терапия должна воздействовать на регионарную зону в первую очередь. Все бы было хорошо, и мы рассматривали бы это как альтернативу, не выполняя лимфоденоктомию и, в общем, на самом деле облегчая свой труд, если бы не вот это исследование. В 2013 году были опубликованы результаты норвежского исследования, которые впервые вышли в 1980 году, рандомизированные исследования после обычной экстерпации матки, внутриполосная лучевая терапия или сочетанная лучевая терапия, рандомизация шла. И через примедиание периода наблюдения 20 лет было показано, что дистанционное облучение малого таза не влияло на общую выживаемость больных, но в группе молодых больных моложе 60 лет статистически значимо повышало риск к смерти, в первую очередь за счет метахронных опухолей. И авторы подчеркнули, сделали следующий вывод, что не следует рекомендовать дистанционное облучение малого таза больным раком тела матки первой стадии, особенно в возрасте моложе 60 лет. Аналогичные данные мы получили у себя, только у нас возраст, ну почти совпал, 58 лет. Интересно и то, что по нашим собственным данным дистанционное облучение малого таза не влияло на структуру регионарного прогрессирования. Как в группе с дистанционным облучением, так и в группе без дистанционного облучения доминировало прогрессирование двухзональное в тазовых и поясничных лимфатических узлах. Таким образом, с точки зрения профилактики регионарного прогрессирования, лимфоденоктомию при раке тела матки первой стадии можно рассматривать как альтернативу дистанционной лучевой терапии, более безопасную с точки зрения отдаленных последствий, что особенно важно у молодых больных. Лимфоденоктомия позволяет исключить наличие метастазов в регионарных узлах и оптимально планировать после операционного лечения. В отсутствии метастазов в лимфатических узлах при раке тела матки ранних стадий можно отказаться от дистанционного облучения в пользу внутриполосной лучевой терапии. Что мы видим сейчас в рекомендациях согласительной конференции? Это первая, вторая стадия рака тела матки и низкий и высокий риск. Вы видите, я выделила полужирным. Вот группа с лимфоденоктомией, группа без лимфоденоктомии. И видите, насколько реже рекомендуется дистанционное облучение малого таза больным, которым была выполнена лимфоденоктомия. Спасибо большое.